В нынешнем году для православных верующих Великий пост начался в середине марта. В течение 40 дней люди проходили духовное очищение и готовились к главному христианскому празднику Пасхи и Воскресению Христову. Страстная суббота – с одной стороны последний день самой строгой части поста, с другой именно теперь можно собрать заготовленную пасхальную корзину с продуктами и принести в церковь для освящения. В столице Карачао-Черкесии торжества прошли во всех церквях. На протяжении всего периода праздничных богослужений сотрудники городского отдела полиции обеспечивали безопасность вблизи трёх храмов – церквей Покровской и преподобного Сергия Радонежского, а также Никольского собора. За час до начала торжеств в Никольском соборе немноголюдно. Впрочем, некоторые горожане приходили сюда в течение всего дня, чтобы помолиться и осветить пасхальные корзины. Покровская церковь, пожалуй, наиболее популярное притягательное место для православных верующих. «Готовились как? Причащались, ходили до этого. Детей самое главное. Детей не беру, потому что поздно. Насколько я знаю, в четыре часа ещё будет проходить этот праздник, поэтому все приходите, всех с праздником поздравляю. Самое главное, в любой национальности мы все, мы все люди, нужно уважать друг друга, любить. Мы все едины, все под Богом ходим. Счастья, мира, добра каждому дому». Задолго до официального начала пасхального богослужения в здании немало прихожан. Люди, соблюдая традиции, приходят в Покровскую церковь с семьями, слушают о деяниях апостолов. Затем наступает время общей исповеди, после которой в алтарь заносят святую плащаницу. Ряды ожидающих освящения пасхальных корзин, в которых виднеются крашенки или раскрашенные яйца, а также красивые ароматные куличи и пасхи. Для обывателя между двумя последними нет разницы, но только не для тех, кто из поколения в поколение передает знания, а сохраняет традиции предков. «Обычно это происходит в кругу семьи. Дети красят яйца, разрисовывают. Старшее поколение учит нас делать пасхи, так как этот рецепт уже давно забытый. Ну и всем семейством определяем, кто идет в церковь на ночное богослужение». Крестный ход на Пасху как бы повторяет путь жен мироносец, принесших в Иерусалим весть о воскрешении Христа. «Христос воскресе! Христос воскресе!» «Христос воскресе!» По окончании торжественной службы в церкви совершается обход и освящение принесенных прихожанами пасхальных корзин. Вокруг море улыбок, сотни счастливых лиц, детей и взрослых. Считается, что в день святого праздника Пасхи не стоит выяснять отношения, начинать важные деловые разговоры. Лучше воздержаться от неприятных воспоминаний и всего того, что буквально омрачает Христово Воскресенье. Важно понимать, что Пасха – это день радости, а не скорби, торжества жизни над смертью, правды над грехом. Верующие вспоминают не об умершем, а о воскресшем Спасителе. Для них отметить Пасху – большая честь, возможность соприкоснуться со святой историей. Артур Максим, Андрей Дорошенко. Итоги недели.